Привет, с вами учитель Сергей. Сегодня я хочу с вами поделиться списком востребованных профессий Британской Колумбии, за которые платят больше 40 долларов в час. Более того, ожидается, что в ближайшие 10 лет эти профессии будут пользоваться повышенным спросом. Ссылку на эту информацию я оставил в описании под этим видео. Теперь давайте вместе пройдемся по этому списку. Итак, в этом списке рассматривается 7 экономических регионов Британской Колумбии, включая острова побережья Ванкувера, Томпсон, Аконаган, Северо-Восток, Северное побережье и Ничако, Мейнленд, Юго-Запад, Кутенэй и Карибу. Я напомню, что национальная классификация профессий НОК это канадская национальная система описания профессий. Вы можете воспользоваться поиском по НОК, чтобы найти классификацию профессии, узнать о ее основных обязанностях, требованиях к образованию и другую полезную информацию. Итак, видите, что средняя зарплата врачей 120 долларов в час. Дальше идут врачи общей практики, семейные врачи, тоже видите номер НОК, средняя зарплата 77 долларов в час. Дальше старшие менеджеры, финансовые, коммуникационные и другие бизнес-услуги, средняя зарплата 64 долларов в час. Я буду округлять, не буду говорить точные цифры, потом сами можете посмотреть. Дальше смотрим, руководители коммунальных служб, зарплата 61 доллар. Начальники пожарной охраны и старшие офицеры пожарной охраны, зарплата 57 долларов в час, почти 58. Дальше идут адвокаты, КВБовские нотариусы, средняя зарплата 55 долларов. Инженерно-технические руководители или менеджеры, зарплата 52 доллара, 1053. Старшие государственные менеджеры и чиновники, зарплата 52 доллара в час, средняя. Потом авиапилоты, бортинженеры, летние инструктора, зарплата 52 доллара почти. Другие менеджеры в области государственного управления, зарплата почти 52 доллара в час. Менеджеры по корпоративным продажам, зарплата 50 долларов в час. Стоматологи 50 долларов в час. Авиадиспетчера и смежные профессии 49 долларов в час, почти 50 долларов в час. Старшие менеджеры строительства, транспорт, производство, коммунальные услуги. Зарплата 49 долларов в час. Инженеры-геологи 48 долларов в час. Адмистрат, у которых есть среднее образование, профессиональная подготовка 48 долларов в час. Фармацевты 47 долларов в час. Инженеры-дизайнеры программного обеспечения 46 долларов, 47 долларов. Это я напоминаю, это средняя зарплата. Она может быть выше, может быть где-то ниже. Директора школы и администраторы начального и среднего образования 46 долларов в час. Старшие менеджеры здравоохранения, образования, социальные и общественные услуги, членские организации почти 46 долларов в час. Смежные специалисты по первичным медико-санитарной помощи почти 46 долларов в час. Менеджеры компьютерных и информационных систем почти 46 долларов в час. Идем дальше. Менеджеры в сфере здравоохранения 45 долларов в час. Государственные менеджеры экономический анализ, разработка политики и администрированные программ 45 долларов в час. Менеджеры в области архитектуры и науки почти 45 долларов в час. Финансовые менеджеры 44 долларов в час. Инженеры-строители 44 долларов в час. Пожарные 44 долларов в час. Психологи 44 долларов в час. У психологов это я бы сказал самый нижний порог, потому что они могут зарабатывать намного больше. Менеджеры по страхованию недвижимости и финансовые брокеры 43 доллара в час. Менеджеры по персоналу 43 доллара в час. Инженеры по электротехнике и электронике 43 доллара в час. Компьютерные программисты и разработчики интерактивных медиа 42 доллара в час. Полицейские офицеры 42 доллара в час почти. Банковские, кредитные и другие инвестиционные менеджеры почти 42 долларов в час. Ветеринары почти 41 доллар в час. Менеджеры по строительству почти 41 доллар в час. Компьютерные инженеры кроме инженеров и разработчиков программного обеспечения почти 41 долларов в час. Менеджеры по закупкам 40 долларов в час. Физиотерапевты 40 долларов в час. Аудиологи или те люди, которые работают с патологией или дефектом речи, зарабатывают 40 долларов в час, может быть даже и выше. Машинисты и локомотивы на железной дороге 40 долларов в час. Регистрированные медсестры и регистрированные психиатрические медсестры 40 долларов в час. И трудовые терапевты 40 долларов в час. На этом этот список заканчивается. И хочу напомнить вам, что согласно официальным данным ожидается, что ближайшие 10 лет эти профессии будут пользоваться повышенным спросом и предлагать более высокую зарплату в районе британской Колумбии. Так что дерзайте, пробуйте. Я желаю успехов вам в вашей профессиональной карьере в Канаде. До встречи в следующем видео. С вами был учитель Сергей. Пока-пока.